Всем привет! Вы на канале Мастерская, Кубуз Варган Мастерская Стэл. Сегодня хочу рассказать о гриндере... Как он там назывался? Я уже забыла. Спутник. Удачный. Гриндер Удачный. Спутник это у нас печка была. Да. Про печку я тоже расскажу, что с ней, как с ней... Ну, сразу же просто скажу, что с ней все в порядке. И покажу, как мы там язычки закаливали, и что с ней сейчас случилось. А сейчас пока расскажем о гриндере. Значит, этот гриндер удачный. 1,1 кВт по заявленным характеристикам. К этому гриндеру никаких инструкций, ничего не было. Вообще ничего. Ну, в принципе, здесь что? Один болтик закрутить и все, когда собираешь. Но с чем я сталкивался в первую очередь? Столкнулся я с проблемой вот этой регулировкой. Что я сделал? С этой стороны есть... Сейчас сниму ленту. Вот. С этой стороны есть две гаечки. Вот они. Эти две гаечки. Я просто этот болт сильнее туда вогнал, чтобы у меня нормально резьба стала вот сюда. Потому что резьба была сорванная там. И в итоге он так трудно затягивался, что, я не знаю, руки аж срезало. По комплектующим, то есть вот этим всем, ролики, они хорошие. Ну, греются, правда, ну, а что? Будут, конечно, греться. Но они, в принципе, нормальные. При покупке, что я заметил? Заметил, что у меня шкив кривой. Вот этот. Он кривой. Он как был кривой, так и остался. Я не знаю, в чем причина. Говорят, что на ЧПУ делают, но я не знаю, на ЧПУ это сделано или нет. Потому что так криво он не должен быть. Ну, многие грешат на сам вал двигателя, что он кривой. Дальше что? Ну, такой столик есть. Что мне не понравилось в нем, то, что вот эти грани все, вот эти острые грани. То есть, когда задеваешь, эта острая грань тебе царапает, или что, может что-то там повредит. Когда мимо проходишь, допустим, мы же в кухне это работаем все, может получиться так, что заденешь чуть-чуть, и все, царапина на ноге. Но убрать его некогда. Шкуку я использую 180 для язычков и для тонкой зачистки вот такой. Ну, сперва зачищаю корпуса вот так. Ну, этот повредился немножко, упал просто с тисками вместе и вот погнулся немножко. Зачищаю им все вот эти вот грани все. Ну, и сужают вот это все. То есть, перевожу корпус в божий вид, можно сказать. Сперва делаю соткой, края вот эти убираю. Потом беру... Это у нас какая... Подождите, что-то неправильно говорю. По-моему, 80 я сперва делаю. Где-то там лежит. Потом сотки, а потом 180, и потом сразу язычки делаю. Ну, в принципе, что сказать. Ну, греется, конечно. Греются ролики. Ну, у всех они, кажется, греются, потому что все-таки шкурка не длинная. Всего-то она 510. Размер у нее 510 на 50. Влеча это длинная 510. Поэтому, как бы, круп-то небольшой, он как бы греется. Керамика, ну, нормальная, держится хорошо. Ничего такого нет. Выставил ровно 90, и стоит, ничего не двигается, в принципе. Ну, о самых больших проблемах я вроде рассказал. То, что вот, именно вот эта вот регулировка, то есть не крутилась, и пришлось все разбирать и делать так, как чтобы он работал хорошо. И, допустим, когда ленту мы меняем, она всегда куда-нибудь съедет, эта шкурка надо будет всегда поправлять. Но самое главное, то, что лента туда-сюда не гуляет. Это самое главное. Хотя и здесь этот, ну, он бочкообразный такой, сделанный. Может быть, из-за этого она и не гуляет, лента. Но все равно, биение есть, мне это как бы тоже не нравится. Охота, чтобы не было биений. Ну, я исправлять ничего не буду. Пусть будет, как будет. А биение здесь приличное, около двух миллиметров, можно сказать, даже. Или миллиметр даже. Вот. Дальше что? Ну, я его приспособил так. Такой у нас стульчик был. Вот сюда я оставлю эти корпуса. Ну, и для видео я так точу, чтобы ровно 90 был. Ну, сюда оставляю. Даже видно, как он пригорел. Вот. И точу. Стульчик мой так укрепили саморезами. Он из фанеры сделан. Все из фанеры. Потом поставил воду. Внизу я поставил воду. Покажи воду. Вот. Вода собирает всю основную стружку, которая сюда сыпется. Но все равно. Покажи-ка вот сюда. Вот здесь вот есть вентилятор. Он отсюда вдувает. Отсюда выдувает по этим ребрам, можно сказать, сюда. И в итоге пыль самая мелкая. Самая мелкая уходит в эту сторону. В сторону холодильника. И в итоге пыль все равно распространяется. Ну, вытяжка нужна. Я работаю немного, поэтому как бы один инструмент я пошкурю и все. Как бы больше не трогаю его. Потому что пыльно будет слишком. И сразу пылесосим. Стараемся сразу пылесосить. Вот. Ну, как бы так-то. А так вообще нормальный станок. Если если вот если бы я знал, что ну если бы они давали возможность проверять вот этот ролик кривой он или нет, чтобы вообще биение и это чтобы не было биения. А, кстати, вот вот эта ручка удобна тогда, когда вот здесь вот сам мотор вниз сюда покажи поставлен на болты здесь вот вот здесь ну, там не видно, ну ладно. Тень просто. Вот эти поставлены на болты и он чтобы был прикручен снизу. Я как бы стул придырявил, но я не прикрутил на болты, потому что я этот двигатель иногда убираю. Вот этот двигатель. Потому что ну, стул нужен свободный иногда. Вот если бы все это было прикручено, было бы удобно просто вот эту ручку вот так поднимать. Ну, если бы все стояло крепко, надежно закручено все было. А мне приходится с локтем упираться, потом подставлять шкурку вот так вот. Ну, одеваем как обычно на первую ролик вот эти, а потом уже сам этот большой ролик. Ну, можно его так еще делать, так поджать и держать. Он, в принципе, свободный. Ну, одной рукой и как-то трудновато получается. И вот это, на эту ручку все равно надо что-нибудь одеть. Покажи на эту ручку. Что мне одеть? Потому что, как я и говорил, вот эти все грани просто режут руки. Ну, неудобно. Ну, некоторых здесь сверху стоит. Вот здесь сверху. У кого-то есть ручка перенесная. Ну, у нас вот такой. Что еще могу сказать об этом галендаре? Ну, в принципе, он нас выручает, можно сказать, отработал, может, уже себя, можно сказать. То есть, инструменты делать полегче. Особенно обрабатывать нержавейку. Ну, такую нержавейку на обычной наждаке просто вот так вот не обработаешь. Ровно, чтобы брани были и так далее. Там даже есть способ. Я даже вот так вот иногда делаю, обрабатываю внутреннюю часть. Это я обрабатываю, чтобы вот эту просто черноту снять, ну, разошлифовать. Здесь не стараюсь не трогать, стараюсь не трогать, потому что, ну, сами понимаете, острое должно оставаться острое. Ну, этот корпус, естественно, я использовать не буду. Вряд ли, конечно. Хотя, если выровнять, может, получится. Вот. по гриндеру пока вот так вот делаем. В следующем видео я расскажу о нашей муфельной печи, спутник. А то все там некоторые пишут, то, что хрень какую-то купили, кто-то там забирал. да, это, сперва мы тоже так думали, что это хрень, но действительно хрень из-за того, что отсутствовала инструкция. Вот и все. Если бы она была, может быть, мы так не засняли, видите. Ладно. И еще покажу, что покажу? И еще покажу, что я расскажу немножко о электрокубизе. Дополнение. Потому что, как прошел год, примерно, как я сделал эту модель. Ну и расскажу, что да, как у меня, какие мысли, короче, сейчас набрались в течение года насчет электрокубиз. Все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрите нас. Вы были на канале Мастерская СТЛ, Кубизворьян Мастерская СТЛ. Ну, мы будем продолжать снимать видео. И всем пока!